Добрый вечер, меня зовут Иван Святченко и в следующие 45 минут мы будем говорить о политике в эфире ток-шоу «Фактор власти». Поток событий последней недели показал единство правящего альянса за европейскую интеграцию мнимое. Прартнеры недовольны друг другом и партия коммунистов уже радостно потирает руки. Аналитикам надоело делать прогнозы, президента до осени точно не будет, коалиция под угрозой распада и ЛДПМ потихоньку движется влево. Также никакого ребрендинга партии коммунистов ждать не стоит. Тогда зачем власти и оппозиция имитируют политическую жизнь? Об этом и поговорим с нашими сегодняшними гостями. У нас в студии лидер ХДНП господин Виктор Чубанов. Добрый вечер. Добрый вечер. И независимый депутат Михаил Годик. Добрый вечер. Добрый вечер. Для начала, для затравки, давайте посмотрим сюжет. Премьер-министр Влад Филат подвел итоги консультации с гражданским обществом. Один из главных выводов – необходимость диалога с оппозицией. Сам Филат мосты уже наводит. У меня было несколько телефонных разговоров. По моему мнению, перерыв диалоги с оппозицией был большой ошибкой Альянса за евроинтеграцию. Не надо полагать, что мы хотим кого-то вырвать из состава Альянса и что потом мы тут же начнем обниматься. Внутри коалиции продолжают нарастать противоречия. Они проявляются и на местах, и в парламенте. Нам необходимо сесть за стол переговоров в рамках Альянса. Или же следует закрыться в сауне с температурой градусов по 200. Или мы найдем общий язык, или же мы оттуда живыми не выйдем. Этот тандем демократической либеральной партии эксплуатирует вопрос по максимуму, пытаясь предъявлять завышенные требования. Для меня, как представителя маленькой части гражданского общества, важна одна вещь. Это Альянс трёх человек или Альянс трёх партий? Председатель либеральной партии Михаил Гимпу намерен ознакомить общественность с компроматом. Первые откровения ожидаются в понедельник. «Я долго молчал, но слишком многое накопилось. Нужно, чтобы деятельность Альянса не вызывала смеха». «Господин Гимпу иногда торопится с заявлениями, но потом он успокаивается и тоже пытается отыскать компромисс. Думаю, что и на этот раз произойдёт то же самое». «Ему могут задать встречные вопросы. Например, что это за чемишлийская фирма поставляет солярку для примарии Кишинёва и для железной дороги Молдовы? Кто отмыл миллиард леев через Молтелеком, ещё один миллиард леев через Металлфероз? То есть у них там сдержки и противовесы работают чётко». «Речь идёт о педерастизации государственной власти, как в прямом, так и в переносном смысле. Вы не считаете, что Альянс находится по пути на Дойну? Нет, нет, нет. На Дойну отправятся те, кто будет разрушать этот Альянс». «Нам необходима политическая стабильность. Именно под таким лозунгом демократы прошли в парламент 29 июля 2009 года». «Начнём, господа, по порядку. Господин Чубанов, вы встречались, насколько я понимаю, с премьером Владом Филатом в рамках консультации, которую он проводил. О чём говорили и вообще какие настроения в правительстве, что вам передал, какой месседж передал Влад Филат?» «Да. Конечно, эта неделя была очень горячая в прямом и переносном смысле. Политические дебаты очень разожиглись. И сейчас, на прошлой неделе я встречался с господином Филатом на консультации. Я вручил документы предложений, конкретных реформ, которые должны были быть, наверное, начаты два года назад. И эти дебаты, которые происходят сейчас на политической арене нашей страны, касающихся реформ, касающихся будущей нашей страны и в конкретном смысле избрания президента, мы уже два года ждём этого события нашей страны, должны были начаться ещё два года назад. Но это очень хорошо, что некоторые из наших политиков уже осознали, что это надо сделать прямо сейчас, ждать уже некогда. Мы должны продвигать реформы. В другом случае мы окажемся в очень большой проблеме для нашей страны. Евроинтеграция уже может быть под вопросом, если не продвигать эти реформы, если не избрать президента страны, если не найти консенсус между политическими партнерами. Я имею в виду здесь консенсус и дискуссии, позитивные дискуссии между оппозицией и правящей властью, потому что эти дискуссии должны были начаться после 5 апреля 2009 года. Но я думаю, что если они начнутся с сентября месяца, это может привести к лучшему для нашей страны. Вы считаете, что либеральные демократы и вообще правящий альянс будут прислушиваться к вашим рекомендациям? Я думаю, что эти рекомендации, они базовые для реформации нашей страны и для базовых реформ институций власти, институций правового государства, которые должны быть базовыми для развития и для того, чтобы мы прислушались к Совету Европы. Мы с 1995 года под мониторингом Совета Европы. И те реформы, которые мы обязались сделать, мы еще не сделали. Реформа в прокуратуре, реформа в судебной власти и многие... В которых миллион. Господин Годи, вот я не знаю, вы встречались ли в рамках этих встреч с премьером, с Владом Филатовым? Если да, то расскажите. Если нет, то почему? Зачем? Зачем рассказывать? Зачем встречаться? Моя точка зрения известна. Я высказал публично то, что я думаю по поводу нынешней власти, что творится и в партии, и в Альянсе, и так далее. Дело в том, что эти консультации, по-моему, они были, я бы не сказал, бесполезными, но практически сведены к нулю, потому что цель этих консультаций была совсем другая, чем то, которое объявили. Какая же цель была настоящая? Потому что найти повод для того, чтобы, видите, главный вывод этих консультаций, то это диалог с оппозицией. Никто не отрицает. Я еще 4 месяца назад говорил о необходимости диалога с оппозицией, конечно, в европейском духе. Но то, что эти консультации прошли за закрытыми дверями, то, что простой гражданин не может знать, о чем там беседовали. И даже господин Чубану не знает, о чем говорил премьер-министр с профсоюзами, например, или с представителями других организаций гражданского общества. Куда интереснее, о чем он говорил, с дипломатами. Или с дипломатами и так далее. Я думаю, что эти консультации нужны были примеру для того, чтобы тянуть время. С чего он ждет? Он ничего не ждет. Он ничего не ждет. Он находится перед драматическим отсутствием решений, скажем так, вариантов. И то, о чем я предупредил наше молдавское общество еще 3 мая, что возможно сближение либерал-демократов и коммунистов, это происходит сегодня на деле. Но это дорога, которая идет никуда. Почему? Потому что сейчас Воронин получил право играть, скажем так. И он играет со всеми. И те, которые думают, что переиграет Воронин, а, по-моему, переиграют самих себя. Воронин это уже доказал в течение последних десятилетий молдавской политики. Господин Чабанов, вот в 2005 году христианские демократы пошли на стратегическое изменение курса, на коалиционное соглашение с партией коммунистов. От чего бы вы предостерегли, от каких опасностей вы бы помогли бы избежать, каких опасностей либеральным демократам, если они все-таки пойдут на какие-то либо более тесные контакты с партией коммунистов? Во-первых, это была политическая стабильность. То, что мы сделали в 2005 году, это был очень хороший шаг. К сожалению, общество не поняло шаг христианских демократов. Общество поняло и не поддержало. Не поддержало это одно, но в первом виду мы должны думать о как развивать страну, но не о имидже партии. То, что сделал господин Рожко и депутаты христианских демократов в 2005 году, это было корректным шагом, это был политический шаг, но не шаг, который предал бы имидж партии. То есть мы не думали тогда, как иметь плюсов для нашей партии, но как должна развиваться страна. Реформы, которые были продвинуты и проголосованы в течение 2005-2009 годов, они были очень хорошие реформы, базовые. Все европейские институции аплодировали этим реформам, но, к сожалению, в последние два года мы видели только идеологические дебаты между коммунистами и антикоммунистами. К сожалению, эти дебаты не ведут никуда. Дебаты на конкретные реформы, как реформировать судебную власть, как реформировать прокуратуру, как реформировать или как проголосовать реформы для экономического развития нашей страны. Вот эти дебаты должны присутствовать в политических дискуссиях наших политиков, но, к сожалению, мы не видели этих дискуссий в последние два года. Мы видели только вражбу, мы видим сейчас нестандартные методы борьбы для политиков вообще в демократической стране. И, к сожалению, эти дискуссии не могут привести к лучшему. Ну вот, может ли Влад Филат переиграть как-то Владимира Воронина? Нужно ли это делать? Нет, никто не должен переигрывать другого. Здесь должны быть консенсуальные дискуссии. Мы должны, или правительство нашей страны, должна сосредоточиться на развитии, экономическое развитие нашей страны и политическое развитие реформ нашей страны. Мы видим, что сразу многие медийные ресурсы стали заявлять, что если Филат сделает коалицию с партией коммунистов, то партия Филата пойдет ко дну. Мы должны думать, как лучше развивать нашу страну, с кем нужно делать альянсы и как должно быть представлено правительство нашей страны. Может быть, мы должны думать не о политических членах правительства, но о технократах, о людях, которые хорошо знают закон, о людях, которые хорошо знают, как развивать нашу страну, и о людях, которые уже имеют за собой конкретные достижения в этой сфере. Господин Годи, вот Влад Филат после консультации предложил всем партиям парламента подписать некий документ, который подтвердит еще раз европейский выбор Молдовы. А кто ставит под сомнение этот выбор? Ну, бог его знает, кто ставит под сомнение. Нужен вообще такой документ, на ваш взгляд? Я думаю, что не надо терять... Не надо терять время. И опять, не надо дурить и дурманить народ вот такими предложениями. Почему? Потому что даже коммунистическая оппозиция говорит твердо, что европейский курс — это стратегический курс, это национальная идея, которую все поддерживают. Зачем такой документ? И я думаю, что надо найти, во-первых, консенсус в правящем альянсе, и потом попытаться договориться и с оппозицией. Потому что выходит очень странно. Партии, которые находятся у власти, не могут договориться между собой, а некоторые пытаются договориться с оппозицией. К чему это? И все клянутся, что они не хотят создать альянс с коммунистами и так далее. Я думаю, что, пожалуй, господин Чубану прав, и он говорит то, что и говорил и я в течение продолжительного времени, что дебаты, к сожалению, не основываются на субъектах и объектах реформ, скажем так. Потому что политические дебаты ведутся вокруг черт знает что, извините за выражение. Двери, например, вопрос очень важный, я считаю. Очень важный. Очень важный вопрос двери, входа в парламент и так далее. И я видел этот проект решения парламента, и он вообще-то регламентирует вход в здание парламента, которое сейчас находится в ремонте. И только там одна фраза. В случае, если заседание парламента держится или происходит в другом помещении, то вход делается через центральную дверь. То есть это абсолютно недопустимо, даже возмутимо, можем сказать. Посмотрим. Я думаю, что этот документ не нужен, потому что правящая, то есть программа правления или программа деятельности правительства, она предусматривает очень четко и цели, и задачи, и пути, и направления, и так далее. Я думаю, что правящий альянс должен перестать ссориться между собой, измерить рейтинги. С помощью досрочных парламентских выборов можно измерить рейтинги? Вы знаете, сейчас они делают по-другому. Они там цифрами номер один, номер два, номер четыре, как будто они думают, что народу это интересно. Народу интересно узнать, почему юстиция не работает, почему цены растут, почему экономика не идет, почему люди уходят из страны и так далее. Вот это народу интересно. Вы считаете, что консенсус в правящем альянсе, он все-таки возможен после всех этих жестких заявлений, обмена репликами и Влада Филата, и Мариану Лупу, и Михае Гимпу? Мне очень трудно сказать, возможен ли этот консенсус или нет. Но за спиной этого альянса стоят голоса граждан. Люди поверили в этот альянс. Я в том числе убеждал людей, что это возможно, что мы знаем, как это делать. К сожалению, я сам понял, что практически невозможно, потому что другие цели движут некоторых наших политиков. И это, конечно, очень плохо. Но опять-таки альянс с коммунистами — это не выход из положения. Это не выход из положения. Я почему-то думаю, что Воронин знает, что он делает. И когда говорил, что... То есть опытный политик Воронин. Опытный политик. И когда сказал, что некоторые хотят переиграть Воронина, но могут переиграть самих себя, Воронин свободно может организовать типа ловушку для того, чтобы спровоцировать досрочные парламентские выборы. Потому что выгодны эти выборы только коммунистам сейчас. Коммунистам. Господин Чабан, на следующей неделе планируется, вроде бы как, спросим чуть позже господина Годио, планируется приглашение премьер-министра в парламент с отчетом о деятельности кабинета. Вы бы что спросили? Что у нас самое важное, на что не обращает внимание кабинет? Почему правительство в течение последних двух лет не имело конкретных законопроектов для парламента? Как развивать нашу страну? Экономически, политически и так далее. Я хотел бы заметить то, что господин Филат в своем заявлении на этой неделе, он озвучил пару из наших предложений, которые мы предложили. Купера это не соблюдал? Нет, не соблюдал. Это очень хорошо. И я хочу верить в том, что все политики, которые сейчас присутствуют в парламенте Республики Молдова, они поймут, что если они не договорятся на этот момент для конкретных реформ, которые не касаются их конкретных политических партий или не фаворизируют их партии, то они, наверное, смогут выйти из этого кризиса. К сожалению, это уже понятно, что в рамках Альянса за европейскую интеграцию невозможно реализовать эти реформы. Должна быть какая-то… нужно вести диалог с коммунистами и с оппозиционной партией. Но я думаю, что будущее правительства, и это надо реформировать и правительство нашей страны, поменять и некоторых министров, министерств. Ну, каких вы бы поменяли? Ну, я не знаю конкретно сейчас, это зависит от… это не я, эксперт. Премьер хочет поменять главу министерства экономики. Я думаю, что… И наоборот. Да, это, наверное, политические шаги, потому что мы видим эти дебаты между либерал-демократами и Демпартией, и либеральной партией с другой стороны. Это, наверное, не очень корректные дискуссии, которые ведутся, потому что парламент, как власть, как избранный прямым голосованием народа, они должны вести контроль над правительством, как работает правительство, они должны приглашать не только премьер-министра, но и на каждом заседании. Вот мы знаем, что два года назад был час правительства в парламенте Республики Молдова, и тогда каждый министр или вице-министр приходили и давали конкретные ответы на вопросы парламентеров. Ну, это час правительства и сейчас есть, и парламентарий имеет возможность приглашать министра. Но, к сожалению, мы не видим вот эти конкретные… К сожалению, мы не видим нормальной работы парламента, господин Чабану, поэтому и все из этого и происходит. Но почему не идет эта конкретная работа парламента? Вы присутствуете сейчас в парламенте и можете, наверное, нам больше сказать об этом. Мы же сейчас говорили о центральном входе. Не выходит каменный цветок ни у парламента, наверное, ни у правительства, ни у оппозиции, ни у правящего альянса, ни у внепарламентских партий. Я бы определил. Продолжим через полторы минуты. Мы снова в студии. Господин Годи, это же вы в парламент пригласили премьер-министра. Да. Это вот интерес депутата или интерес бывшего коллеги по либерально-демократической партии? Я думаю, что это интерес общества, во-первых. Потом интерес депутата и так далее. Дело в том, что по закону о правительстве и по регламенту парламента, правительство должно отчитываться перед парламентом. Я слышал господина премьер-министра, что он в апреле, то есть представил письменный отчет парламенту, я этот отчет не видел. И я вам скажу, если бы этот отчет был в парламенте, то он дошел бы и до депутатов. Это однозначно. Но это не имеет значения. Потому что обычно в апреле по регламенту парламента, а если он будет отчитываться в июле, никаких таких серьезных проблем не будет. Дело в том, что вот в рамках этой дуэли, две недели назад... Кого с кем? Между Демпартией и Либерал-демократической партией, или между Либерал-демократической партией и Демпартией, это не имеет никакого значения. Представители обеих партий говорили очень интересные вещи. Насчет экономических интересов, насчет крышевательства, насчет всех этих схем и так далее. И мне подумалось, что и гражданам очень интересно услышать из уст министров, вот что творится в их отрасли. И вопросы, конечно, есть и министру экономики, министру сельского хозяйства, и министру здравоохранения, министру транспорта, и премьер-министру и так далее. То есть это не надо считать, что вот бывший коллега хочет насолить кому-то и вызвать на ковер своего бывшего партийного шефа. Нет. Вы в апреле про крышевание не слышали? Вы знаете, почему не слышали? Дело в том, что в апреле была предвыборная кампания, это не имело бы никакого смысла, потому что акценты были бы сдвинуты. Сейчас предвыборная кампания прошла, нормально, можно объективно рассуждать, что творится конкретно в правительстве и что творится в разных отраслях. Очень интересно, потому что я, к сожалению, потому что как депутат должен был бы знать, что творится, например, в Франзелуции, или в Барзанягре, или в Ароме, или в табачке, как говорят в народе, или в Молтелекоме и так далее. Это, по-моему, интересно, если там речь идет о каких-то коррупционных схемах, конечно, все это нужно разъяснить, разузнать и поставить все точки на день. Давайте перейдем, господа, к местным выборам, к их итогам. Господин Чубанов, вы, я так понимаю, как профессиональный политик, следите, что происходит в районах. Я, честно говоря, запутался, потому что коалиции на местах образуются самые-самые причудливые. Коммунисты голосуют с ЛДПМ, коммунисты голосуют с демократами, коммунисты даже голосуют с либералами. О чем это говорит? О том, что провинция самостоятельно решает вопросы, не оглядываясь на Кишинев? Или Кишинев дает такой пример, что смотреть на него, принимать во внимание мнение Центра уже не надо? Вы знаете, наверное, это правильно, что вы сказали, что местные власти должны сами принимать решения, потому что местные власти не должны зависеть от центральной власти. Они там знают одного другого очень хорошо, они там сотрудничают между собой, и там не должны, в местной власти не должны быть идеологические дискуссии. Там должны быть дискуссии, как развивать район, как развивать каждое село, куда нужно... То же самое должно быть и в Кишиневе. В Кишиневе, да, в муниципальном совете, конечно, тоже должно быть. И не только в муниципальном совете. Но мы знаем, что и так должно быть, что политические партии в центральном парламенте избираются по идеологическим принципам. Так должно быть. К сожалению, у нас не так. Но местные власти, так и звучит и закон, европейский закон, что они самоуправляемы, и так они должны быть. Наверное, они лучше знают, с кем нужно сформировать альянсы на местном уровне, как они работали в последние 4 года, если была хорошая работа, если продуктивная работа была на местном уровне или нет. Если она была продуктивной, так они будут продолжать эту работу. Те же люди, те же принципы, те же стратегии работы. И если людям это нравится, то почему нет? Господин Годзе, вот Михаил Гимпу проталкивает упорно через парламент проект по расширению полномочий мэра Кишинева. Я отвечу на ваш вопрос, но сначала хочу немножко ответить очень коротко и просто, что творится на местах. На местах, в районах происходит то, о чем мне удобно говорить в центре. Просто это прямое отражение настроения партийных решений. Вот партии, альянса и оппозиции. И это, по-моему, всем ясно. Хотя это выглядит, как это... Мы смотрели репортаж с господином Пругаровым, он что-то говорил. Я бы сказал, то, что происходит сейчас на местах, это политический промискуитет, когда сексуальные отношения не регламентированы в рамках семьи, а в разные стороны. Вы знаете, я хотел бы сказать, что если то, что сейчас существует на местном уровне, и разделение власти не по принципам, так как на центральном уровне, это самоуправление местной власти, но это мы избегаем так вертикаль власти. Потому что не председатель партии и не политбюро партии должно говорить местным советникам, как и кого избирать. То, что творится сейчас в районах, готовится новая вертикаль власти. Вот в чем вопрос. А, пардон, кто готовит коммунисты с либералами в Яловенском районе? Да почему только с либералами? Такой альянс, вы думаете, будет? Коммунисты с либералами? Я так не думаю. Я почему-то вижу сейчас... Вы знаете, по-разному формируются сейчас власти на местном уровне. Или демпартия с коммунистами, или либеральная партия с коммунистами, или либерально-демократическая партия с коммунистами. Нет, либералы с коммунистами это только Яловены. Там еще и демпартия участвовала, по чем я знаю. В большинствах случаев это либерал-демократы с коммунистами. На втором месте это демократы с коммунистами. Так должно быть, потому что, наверное, они взяли больше голосов за них. Я не говорю, что так не должно быть. Я говорю о определенных направлениях, которые идут с центра, определенные указания, которые те выполняют на местах. Вот в чем вопрос. Если бы так происходило, как вы говорите, это было, конечно, прекрасно, это было нормально и так далее. Но если вы думаете, что там в районах принимается решение самостоятельно, то, конечно, вы заблуждаетесь. А кто же строит вертикаль власти, господин Годи? Тот, который держит сейчас половину этой вертикали, скажем так. Это к вопросу о кукловодах? Ну, кукловода у нас больше, чем один, я так понял. Вы знаете, наверное, закон строит вертикаль власти, потому что, как мы ни старались, закон существует, и он не дает возможности маленьким партиям. Он иногда дает по пальцам тем, которые хотят переступить этот закон. Это однозначно. Но я вам хочу сказать, что в очень, или во многих случаях этот закон все-таки не работает. К сожалению, если у нас было бы правовое государство, это было бы одно. И вот вы говорили, что после 2005 года были продвинуты определенные реформы. Да. К сожалению, они не дали никаких результатов. Они дали результаты. Альянс за европейскую интеграцию в 2009 году пришел к власти и... Не из-за того... Из-за этих реформ. Нет, не, господин Шубанов. Потому что... Из-за реформы... Этот альянс... Подождите. Из-за реформы... Нет, подождите. Этот альянс пришел к власти не потому, что у коммунистов были очень хорошие результаты, а наоборот. Наоборот. Можно долго рассуждать, почему же это случилось. Два года, кстати, через две недели исполняется альянс, да, с 29 июля. Вы задали вопрос. Про... Я задавал вопрос. Про расширение полномочий. Про расширение полномочий. Я так понимаю, специально для господина Киртуака. Я бы не сказал, что это расширение полномочий, потому что то, что предлагала либеральная партия, это уже предусматривается одним законом. Но я хотел бы увидеть другое. Я хотел бы увидеть, например, скажем так, фундаментальный проект о статусе муниципи Кишина. И в этом самый, всему заинтересованно, но больше всех, конечно, либеральная партия, потому что представитель этой партии сейчас в главе Кишинева. И если был бы представлен такой проект, я, по-моему, я думаю, что мы с удовольствием бы обсудили и приняли бы этот закон. Я раскритиковал правящий альянс несколько дней назад за то, что она принимает слишком часто конъюнктурный закон. Это началось, собственно, с самого начала. Я не говорю, что я не участвовал в этом. 400 поправок в кодекс о выборах, по словам господина Воронина, за последние два года. Нет, 400 не было. Цитирую Владимира Воронина. Да, возможно, возможно. Но самое интересное было, был этот законопроект о повторном голосовании, который либералы хотели отодвинуть на три месяца. Утром они настояли, чтобы он был включен в повестку дня парламента. И когда пришла информация из Бельч, что Дарин Киртуак остается мэром Кишинева, они сняли с повестки дня. Ну, конечно, все рассмеялись, но это, по-моему, выглядит нелепо для парламента страны. У нас министры по полгода какое-то время совмещали свои должности с постом депутата. Было и такое. Пока гостинственный суд не погрозил пальцем. Я в этом тоже участвовал, признаюсь. Вы знаете, я думаю, что насчет господина Гимпу и то, что он предложил для большей уполномочий премара Кишинева, я думаю, что если через четыре года его племянник больше не будет мэром Кишинева, он будет настаивать на том, чтобы снять эти уполномочия от мэра Кишинева. Потому что это только персональные, это только индивидуальные аспекты, которые касаются господина Гимпу. Но не в целом, как надо и какие должности должен иметь мэр города или совет муниципия Кишинева. Вот так надо думать. Надо думать стратегически, надо иметь стратегическое видение, а не индивидуальное для развития какой-либо политической партии. Когда господин Гимпу находился на посту председателя Кишиневского муниципального совета, он совсем не говорил, что этот пост вреден, что этот пост исключительно политический. Сейчас они предложили и сняли этот пост. Именно вот после голосования. Очередное нелепое решение. Почему же вы не останавливаете, господин Годя, подобные решения? Как, господин Святченко? Я один. Пока что. С помощью альтернативной демократической платформы. Ну, конечно, я использую все возможные инструменты. И выступление в парламенте, и микрофоны в зале, и пресс-конференции, и общение с масс-медией, с гражданами и так далее. Пока что это недостаточно, но придет время, когда это будет достаточно. Давайте коснемся Совета Альянса. В среду стороны встречались друг с другом, ни о чем не договорились. ЛДПМ покинуло раньше всех, не стали делать никаких заявлений. Собирались собираться в пятницу и снова перенесли на вторник. На ваш взгляд, господин Чубанов, вот Совет Альянса создан в конце прошлого года, в качестве новогоднего подарка для Альянса, чтобы Альянс лучше работал. Но не работает он, не выходит каменный цветок. Может быть, закрыть эту структуру, и чтобы не мучиться? Я думаю, что она сама собой закроется, потому что уже не функциональная эта структура. Альянс уже видно, что не будет работать в рамках, которых он существует сейчас. Реформирование этого Альянса уже потребно, и люди, наверное, видят это, что к тому этому это ведет. И, наверное, мы осенью ожидаем, что будет реформирование Альянса. Наверное, будут другие структуры, даже правительство. И уже не стоит ожидать, что этот Альянс с этими же членами Альянса будет работать в такой же структуре, потому что господин Лупу все еще не отходит от своей идеи стать президентом страны. И не имея этих двух голосов, которые находятся у коммунистической партии, и такой диалог вести невозможно, потому что как вести такой диалог, если нет диалога позитивного с оппозицией? В этом смысле, если все члены Альянса не согласны вести диалог с оппозицией, так как решительно сказал господин Филат в своем заявлении, то, наверное, Альянс уже не будет существовать. Господин Годи, а ваши прогнозы? Сколько еще будет длиться это отрубание хвоста, вот эти противоречия, видимые в Альянсе, невидимые? Я думаю, что сейчас делать прогнозы довольно опасно и несерьезно, потому что политическая ситуация меняется очень-очень быстро. Раз в неделю. Раз в неделю она меняется. То, что Владимир Филат не хочет больше работать вот в этих рамках Альянса за европейскую интеграцию, это очевидно. Это очевидно, но, по-моему, он боится еще открытого решения создать новую коалицию, правящую коалицию. Посмотрим. Я надеюсь и на моих бывших коллег в либерально-демократической партии. Я несколько дней назад обратился лично к ним, причем публично, сделать все возможное для того, чтобы устоять перед этим соблазном и сохранить европейское и демократическое направление развития страны. И, честно, я уверен, что многие из моих бывших коллег думают точно так, как думаю я. И это может помешать. И пришли к вам, насколько я помню. Еще раз. В Новых Аненах думали-думали, а и пришли к вам бывшие коллеги. Ну, не только в Новых Аненах, но я не об этом говорю. Вы знаете, в либерально-демократической партии ежедневно говорят, что я хочу разрушить эту партию, что я хочу навредить партии и так далее. Потому что у меня много симпатизантов, скажем так. Я оставался там до тех пор, пока смог повлиять на определенные процессы, решения и так далее. Когда это было невозможно, я принял решение. Но сейчас речь не идет обо мне, о Новых Аненах и так далее. Речь идет о Республике Молдова и как сохранить нашу страну в демократическое русло. То есть с коммунистами этого сделать не получится? Мы это уже увидели в течение восьми лет. Извините. Я думаю, и народ понял. Тогда давайте под занавес поговорим про самое наше больное, самое наше основное выборы президента. Господин Чубанов, два года длится этот процесс. Ничего не меняется. Пытались проводить референдум, провалился референдум. Пыталась партия коммунистов предлагать свои проекты. Ноль. Пытался Альянс предлагать свои проекты. Ноль. Два года длится одна и та же патовая ситуация. Как разорвать этот круг? Найти нейтрального кандидата. Кого? Два года Альянс пытался проголосовать и выдвинуть на должность президента господина Лупу. Это сразу было видно, что невозможно, потому что он ушел от коммунистов. Он для коммунистов считается предателем. И никаким образом не смогли бы коммунисты проголосовать за господина Лупу. Так что нейтрального кандидата, которого бы проголосовали все депутаты парламента Республики Молдовы, было бы очень хорошее решение для нашей страны. Могут быть разные варианты, должны сесть за круглый стол и все наши политики и подумать и решить об этом. В первом случае Демпартия должна отступиться и сказать, что господин Лупу уже не наш кандидат. Мы согласны найти нейтрального кандидата и давайте сотрудничать на этом уровне. 40 секунд, господин Годя. Вы в президенты хотите? У меня нет возраста и не хочу в президенты. В обозримом будущем? Давайте поговорим серьезно. За 30 секунд, которые остались, я думаю, что никто серьезно не думал об этом. Если бы захотели, они бы сели за столом переговора и нашли бы компромисс. Потому что не Демпартия выдвинула Лупу, а Альянс за европейскую интеграцию. И это, по-моему, уже ясно, что нужен компромиссный кандидат и Мариан Лупу не может стать этим кандидатом. Но, возможно, и он станет, я не знаю. Но то, что они должны договориться, во-первых, в рамках партии Альянса и потом, конечно, сесть за столом переговоров из оппозиции и найти то компромиссное решение, которое бы вывело нашу страну из этого политического кризиса и политической нестабильности. Спасибо нашим гостям. Вот жалко, про компромат не успели поговорить. Подведем в двух словах итоги. Самое пристальное внимание на следующей неделе будет приковано, конечно же, к Михаилу Гимпу. Каким грязным бельем Альянса он решит потрясти публику, узнаем уже очень скоро. Плохо только, что разоблачений было уже столько, что, в принципе, почти у всех, кто находится во власти, можно было бы давно и пересажать. Зато набираются опыта сами избиратели, так что все, что не делается, все к лучшему. Меня зовут Иван Святченко. Поговорим через неделю о политике. Редактор субтитров А.Семкин